С праздничком, с праздничком, как у этого двора развивалась эта вода, с праздничком, с праздничком. В Анискинском умеют праздновать. Здесь прошел день рождения сельского поселения. На протяжении всего дня на площадке перед Домом культуры шло веселое гуляние. Было на что посмотреть, и для души, и на всякие поделки, изготовленные местными умельцами, и что попробовать на зубок, шашлыки и всякие другие угощения. В этот день, когда уже вовсю шел праздник, здесь ждали и дорогих гостей, районных властей, глав поселений, а еще и членов делегаций, прибывших на торжества в честь Дня города Щелково и Щелковского района из городов Попротимов. Встреча получилась такая, что это не могло не вызывать бурдные восторги местных жителей. Гостей затянули в танцевальный круг. Матрешечки стоят, удивляет, завлекает, затеявый наряд. Девочки-матрешки вручили гостям в виде подарков не что-нибудь, а тоже матрешки. И с секретом, когда одну из матрешек открыли, в ней оказался один из сладких местных продуктов. Анискинский мед! Но гордятся здесь, конечно же, не только медом. Праздник поселения назвали очень вирично. Милый сердце уголок. Поселение Анискинское – одно из самых больших сельских образований в Щелковском районе. И самый большой из населенных пунктов здесь, а всего их девять, поселок Биокомбината. Название свое берет от Щелковского биокомбината, одного из крупнейших российских предприятий агробиологической промышленности, выпускающего иммунобиологические лекарственные препараты для ветеринарного применения. Кстати, его продукцию, инновационные препараты для защиты растений, можно было увидеть и в день праздника на специальном выставочном стенде, где рассказывалось и о других действующих в Анискинском предприятиях. Своеобразную экскурсию проводил по ним глава поселения Олег Вершини. Здесь же мы увидели и столы, заставленные всевозможными мясными деликатесами. Ими угощало мясоперерабатывающее предприятие, филиал которого, кстати, скоро будет работать здесь же, в поселении. Девиз нашего предприятия – это вкус превосходящей ожидания. Так что мы предложим им попробовать и наш девиз, так скажем, узнать воочию, что это превосходит ожидания. На площадке перед Домом культуры была развернута сцена, на которую пригласили гостей, чтобы они могли поздравить анискинцев с днем рождения поселения. Добрый день, уважаемые жители поселения Анискинское. Поздравляю вас с этим замечательным днем. В вашем поселении очень много сделано с точки зрения благоустройства, с точки зрения развития вашего поселения. И я хочу пожелать вам, чтобы вы все вместе сегодня отметили этот праздник. Вы, наверное, загадали на будущий год какие-то желания, чтобы они обязательно сбылись. Каждый раз, приезжая в Анискино, я вижу, как все меняется. И меняется в лучшую сторону. Поэтому я говорю спасибо главе вашему, Олегу Юрьевичу. Спасибо совету депутатов в лице председателя, я вижу, и некоторых членов, которые никогда не отступают от генеральной линии. А генеральная линия в этом поселении – делать людям жизнь комфортнее. Делать все возможное, чтобы люди нашли на этой земле счастье, нашли свою любовь, нашли будущее. Мы вас так любим, что мы сегодня приехали сюда к вам для того, чтобы от всей души, от наших всех поселений поздравить вас с этим вашим днем рождения. На сегодняшний день действительно много сделано, но будет сделано еще больше. Поэтому всех благ, вперед и всего-всего хорошего. Глава района Надежда Суровцева вручила грамоту главе поселения Анискинское Олегу Вершинину за успехи в работе и в честь дня поселения. Сегодня есть чему радоваться в каждой семье. И, конечно, радость – это чувство, которое создает сам человек. Безусловно, мы работаем, чтобы у всех была возможность радоваться окружающему состоянию, но так или иначе – это состояние души. Поэтому всем желаю, чтобы состояние души у всех было счастливое. До самого вечера продолжался праздничный концерт. Не только на сцене, но и на площадке перед Домом культуры шли очень веселые народные пляски. Настроение было у всех на высоте. Очень хорошее настроение. Такие люди все веселые. В общем, дай бог так каждый год и дальше, и дальше. Под занавес праздника был устроен салют. Небо озарилось россыпью огней. С праздником, дорогие земляки! Андрей Циханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!